Алло, Максим Юрьевич, это Богдан по поводу рассмотрения дела на 19.30, да. 26. Где вход на 28? Хай сюда. Хай сюда идет, 26. Ну, вы же нас начали здесь, давайте здесь. Ну, не знаю, мы здесь, наверное, только. Спасибо. Что он сказал? Он сказал, мне нужно обойти, чтобы зайти в помещение. Так это его проблемы. Я же ему так и сказал, что здесь был. Друзья, всем привет. Вот так вот начинается ролик. А ролик у нас сегодня непростой. Как всегда, Юрий Николаевич. И наш участник группы, надзор Харькова, обратился к нам за помощью. А именно. Что у тебя произошло? Якобы ты нарушил, да? Якобы якобы нарушил. Остановила ополиция. Мы меняем за поворотик. И так как я понимаю, человек смотрит, подписан на нас, смотрит наши ролики и понимает саму процедуру. Чтобы не тратить ни ваше время, ни ихнее время. Лучше потратить время адвоката, который всебично, запомните, всебично, который непосредственно присутствует на рассмотрении дела, который изучает материалы дела. А не просто, как вам говорят, вы можете воспользоваться революционной помощью. Каким образом? Просто позвонить. Правильно? Вы можете, звичайно, зателефоновать, однако все то самое, что отримать заработок на платную, например, фанкции в честномовом округе, ничего не заменяет живого сплакана. До речи, сегодня суббота, 19.30, выходный день, однако я, ТВА, ДОС, завжди на страже клиентов, чекаем на червого упорота у полиции сплакана. Ну, я так скажу, упорота, и может быть нормального, однако тоже со мной плац. Побачим. Итак, друзья, мы ожидаем, как встретимся с полицейским, мы сразу включимся. Божаю здоровья. И вам божаем здоровья. Кравченко Максим Григорьевич. Доброго вечера. Доступных командиров роты. Кравченко Максим, дверь жестовка, командир роты. А у вас посвящение до какого месяца? Зараз, поднимаем. Сдается, что там 23-й рейк стоит, да? 29-го, 29-го. А, 29-го. Кравченко. Кравченко Максим Григорьевич. Мы забрали сегодня. Да. Случина. Да, то есть, байдур и декоранты. Еще мы его будем, будем, так. Да, да, и в руки, но они же не забыли. Если еще не рисуют, если не забыли. Скажите, пожалуйста, пана капитана, вы могли бы мы сейчас до канцелярия провести? Я хочу подать кілька капиталь, безусловно. Юрий Миколаевич, это сейчас уже не час 18.00, а капиталь можно на меня подать. А как вы тогда будете рассматривать справу, вы порушаете статтю 45 Конституции Украины? Знаете, что такое 45 Конституции? Так, не знаю. Вы хотите подать клачево, как я сам? Я хочу зрозуміти, почему вы, поза межами рабочего часа, переживаете моим правом на отпеченник, правом клиента, призначаете на 19.30 в субботу. Мы с водителем спілкувалися, домовились, який саме ему дров на час. Он попросил меня именно на вихідный день, потому что он работает, и желательно на вечер. На праханье водителя вы порушаете закон, вы порушаете Конституцию. А что делать с моим сегодняшним выплаченным часом? Мы на праханье водителя, потому что он вступил, и для него вступил, и для него вступил, и для него вступил. Вы знаете, чем разница между полицейским и водителем? Самое главное это в 18.00 институции Украины. Он может вас прахать, давайте рассматриваем момент дома, а вы можете делать это, типа, выключенный способ, визначенный закон о межах своих полноважениях. У нас рабочий час, вот ориентуйтесь на канцелярию. Он работает у нас с 8.30 или с 9.00 и до 18.00. Это вы можете, это промежу чего-то часу, рассматривать. Это так, знаете, небольшая нотация, она, по сути, не имеет. Я прийму до внимания, и это сделано визначение. Саме для этого я говорю, что необходимо делать рассматривание. Фактически, в момент, когда вы рассматриваете справу, вы используете с повноважением суддей. Так, как суд, он должен работать в межах рабочего часа. А не так, что срочно на первую годину ночи, на вторую годину ночи, как ваш коллега Лунин на 21.00 нам тут призначали. Ну, то не суд. Я не побачив, с какого привода запросили нашего клиента, но есть такое кропотание, если можно объяснить, и, кроме того, кропотание перед начатком взгляда справи, я хотел ознайомиться с доказанием чинного административного правопорушения, поскольку, соответственно, часть 1, пункта 1, ст. 247, окупат, справа не может быть распространена, а распространена за кропотание, за отсутствие воздействия и складывания административного правопорушения. Дивите, 25.05.2023 года, година, сейчас скажу, конкретно, яка. За какой статей, взагалом? Частина 2, ст. 122, пункт управления 9.2.Б. Під час зміни напрямку руху водій не внесли твали. Поки ще поворот. Зрозуміло? О 22.19 годині, 25.05.2023 года, вулиця Сумська, біля будинку 37, центр міста. Я так розумію, в вашей відео. Зараз у нас ознайдемо, не розуміло. Перший доказ, ось відео. Автомобіль БМВ заїжджає біля будинку 37 на вулицю. Як ви визначили, що це автомобіль БМВ, можна номерний знак побачити? Зараз, зараз. При виконанні такого маневру, на вашу версію, потрібно було вмикати покачок по вороту? Водій змінює напрямок руху, вірно? Ага. Наш екіпаж поїхав за даним транспортним засобом. І от ми їдемо за ним. А в який момент він вимикнув покачок? Коли виконував отут розворот на площаді. А це відео з нашого реєстратора транспортного засобу. Приїжджаю транспортним засобом. Шти. Ага, на вигляді так. Ось приїхав. І почав виконувати розворот. А коли це було зроблено? 22.19. А це ви з бодиком тут стояли? Ні, це з камери. А джерело похоже? В який спосіб ви отримали це відео? Через запит. Адмінпрактика нас давала запити. Запит відбить. Тож, ну, це відео, здається, трішки не так. Я не можу розпізнати. Це не таке відео. Тут можна розпізнати, що це саме цей транспортний засоб, тому що ми за ним ставили. І він зараз отут його теж занесе. Я навіть не впевнений, що... Ось його знову занесло. І якраз... Ви з тоді мені на місці сказали, що занесло. А скажіть, будь ласка, такий ще вопрос. Чи вірно я вас розумію, що в момент, коли занесло автоматично було, В цей момент, коли виїздяв з площади нашим... Там питаємо внимание. А в який момент тоді він... Коли розворачивався на площі. Ну, на табле він був релюшко Шойково. Те, що воно не показало вас на відео, я ж... Тобто, коли ось так він кільцем їздив, він мав вимкнути... Ну, він змінював на прямо кругу. Залишає щось на місці. Транспортні засоби не на місці. Він ж по радіусу їхав, по діаметру. Цікава така ситуація. А він щось щось об'їжджав? Ні, там нема нічого. А скажіть, будь ласка, з оцієї камери, яку ви зробили запрос... Там на той камері видно, що він без показчика повороту? Ну, судя з того, що я маю, докази, то... Ні, дивіться, ну, ви вже ж... Давай-ка зараз ще раз. Давайте ще раз. Скільки тут, приблизно, расстояния? По-боги ви знає. Расстояние тут... Доволі таке далеко, через всю площу. Так. Скажіть, будь ласка, оце ваш автомобіль? Ні. Оце ваш? Ви мене питаєте? Ні, це не наш. Це не ваш. Це... Особа, яка вчинила правопорушення. Так. На мою думку, так, як інспектор. Так. Скажіть, будь ласка, в той момент, яка була погода? А я, мабуть, бачу, включити, там поки що не включити. Дождь, суха, а какая була? Суха. Суха? Да, суха. На другому відео видно, що погода. Тобі ж дождя не було? Немає дождя. Ви уверені, що дождя не було? Тут 22.18, а перший запись? Ну тут же ще, там 22.19. А ми зараз, ну давайте, дочекаємось. А тут 22.19. А тут 22.19. О котрій... 22.19. Ваше транспортнізація цитинка. Убачавли. 22.19. 22.19. 22.19. 22.19. Ваше транспортнізація цитинка. Однако, где-то еще и не подпадают подвозники административного правополучия. Вы почти на задовольнованы. Хочу побачить запис, как вы говорили, и обратный ответ, что вам не дается выдать записку. Джерело же доказать, чтобы вы подтверждены законы джерела. Запис на данный час я вам надати не могу, если вы закрите админпрактика. Вы же понимали, что сегодня вы раздали исправы? Так. Вы же должны были подготовиться? Нет, вопрос не в том, чтобы подготовиться. Вы же сегодня могли бы вырежать исправу по счету. Вам заявлено несколько колпотаний, а нет доказательств, доводов на какие-то ссылания. Фактически материалы исправили, они должны быть как шипы, камеры в данном случае. У нас тут нет. Вы сейчас скажете, хлопцы, а давайте принесем еще раз возгляд справы, так? Какие вы раздрукуете. И еще раз я маю приезжать сюда в свой выходной. Чи вы будете рассматривать на основе тех материалов, которые у вас есть? Нет, мы не будем начать возгляд справы. А что мы сделаем? Я считаю, что недостаточно доказательств для притягивания водителя до ответственности. Ущупни меня. Вы серьезно? Так. Музей все ее помогает. Гарного дня. Музею. До побачення. Гарного дня. До побачення. До побачення. Контента не будет? Контента не будет, у меня нема с людьми. Давайте я вам попробую пояснить, что произошло. Ну да. Смотрите, мы вообще к чему это сейчас? Это вам, грубо говоря, наглядный пример о том, чтобы воспользоваться в полном объеме 268 статьей. Да, своим процессуальным правом. Вот. Когда вы этой статьей не пользуетесь, вы получаете автоматическое постановление. Ну да, вот такую. Встречку. Встречку. Либо арку А4. Да. Это сводим с удовольствием. Да. Да. Но, опять же, тут же, грубо говоря, палка в двух концах. Вы точно так же сможете перенестись, прийти. А полицейский, как у нас, я ссылочку на ролик по поводу Лунина оставлю. Там в пяти частях. Там вплоть доходило до того, что мы действительно думали, что мы пойдем в суд. Мы думали. Но, увы, не получилось, потому что Лунин оказался необразованный, не знает законодательства, не знает юриспруденцию, где он полицейским должен не владеть. Правильно? Правильно. 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 Так вот, опять же, повторимся, это пример тем, что человек решил доказать, что он ничего не нарушал. Его пытались обвинить в том, что он где-то там что-то по кругу ездил на одном месте. Да? Чи в иншем схожий автомобиль везли? Товариство, я вам скажу іншим. За Лунина балакати не хочу. Все ж таки вихідний у нас день, я не знаю, когда это бачиться в відеозапис. А сегодняшний полицейский, капитан, как его? Кравченко. Кравченко. Ну я здивував. Приятно здивував, однако, враховывая нашу с Водосом уже практику, я не хочу его перехвалити. Ну вот, здивував, думаешь таки, вот приятно. И он действительно оценив наявные эти материалы. Я, конечно, не выключаю тот момент, что он очень хорошо знает Водоса и немного меньше меняет. Он понимает, чем все это может закончиться. И перед тем, я так понимаю, он сегодня заступает на службу. Просто не захотит псевать соби настоя. Он так же влаштовывает в принципе, вот так рассматриваться с правой. Не могу. Захищайте свои права, и все будет доброе. А кто нас даден самостивно захищит свои права. Поступайте, как Богдан. Что ты скажешь? Я удивлен. Я даже не до конца услышал поначалу, а потом только понял через минуту, что произошло. Надо пользоваться адвокатом. Что еще сказать? Услуги адвоката, а не адвоката. Человек немножко растерялся. В общем, вот такой у нас короткий контент. Десятиминутный ролик о том, как проходит Розе справа. То бишь, это еще раз, я вам в третий раз повторяюсь. Это пример того, как все должно проходить. Я вам скажу еще одно НО. Первое. Не вечером. Межа рабочего часу. Это то бишь с 8 до 5. Правильно? С 8 до 5. Всегда переносите. До 17. С 8.00 до 17.00. Завжди переносите справу. Это по-перше. По-друге. За выключенными в выходных дни. За выключенными в выходных дни. По-друге. Завжди. 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 Запамятайте. Вы повинны. Переносите справу. Даже если вы сильно опаздываете. Правильно? Как врачника показывают. Они полицейские видят, что человек опаздывает. И говорят. Давайте вынесем. А потом вы себе создаете дополнительную проблему. И еще один момент. Знаете в чем? Полицейские хорошие психологи. Они всегда вам рассказывают о том, что адвокат будет дороже стоить. Его услуги дороже стоить, чем само постановление. Правильно? Он имеет так, что это дороже, чем штраф в админправопорушение. Однако мы не за гроши. Мы за идеи. Поэтому город Харьков самый сильный. Адвокатов очень много, которые только за законность, а не за беспредел. И я надеюсь, что в городе Харькове будут нормальные полицейские, которые будут уважать. Поэтому напишите в комментариях. Но у меня вот такое положение, пожелание с моими коллегами. Потому что действительно мы хотим видеть нормальную полицию. Товарищи полицейские, вы тоже оставьте комментарии по поводу того, что я сказал. А то вы постоянно мне рассказываете, что я какие-то гадости о вас рассказываю. И возьмите, пожалуйста, на заметку пример Скравченко. О том, как быстро и качественно рассмотреть дело. А если вы сильно упёртый полицейский. И вы всё-таки хотите топить за то, что водитель негодяй и он нарушил. То милости просим к нам. Хотя за вот такие маневры посреди его надо давать. А как это он звучит? Я не знаю. Камера передала, не передала, что там было на видео. Но человек совершал круговые какие-то движения. Типа шуты этого. И напоследок не нарушайте правила движения. А если у вас остановила полиция, вам обязательно нужно написать к нам в группу надзор Харьков. Подписаться на YouTube канал. Подписаться на наши соцсети. Юрия Николаевича. Инстаграм я оставлю в описании. Если вам нужен адвокат, пишите мне. Мы всегда вам поможем. Всё. Всё друзьяки. Как-то так. Мы погнали дальше. И ещё. И ещё.